Хорош пост, если при нем сохраняется настроение духа мирное, кроткое, благостынное, благопослушное, смиренное, сострадательное и всякое другое доброе расположение. Но дьявол всячески ухитряется вложить в постящихся, противное тому, явить их дерзкими, гневливыми, яростными, надутыми, и сделать, чтобы от поста было для них больше вреда, чем пользы. Но нам не безызвестны умыслы сатаны. Будем вести себя мирно, тихо, кротко и благоустроенное, терпя друг друга любовью, ведая, что это благоприятно Богу. И если же не будет в тебе таких расположений, то хотя бы ты в дугу сгибал шею твою, облекался во вретище и пеплом посыпал голову. Не будешь благоугоден ему, пост, конечно, утесняет и иссушает тело, но душу расширяет и разращает. Тем же не стужаем себя. Если внешне наш человек и тлеет, то внутренне со дня на день обновляется. Нынешняя легкая печаль ничего не стоит в сравнении с той вечной славой, которая откроется в нас. Так что, взирая на воздаяние, мы можем благодушно переносить трудности добродетели, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас в причастие наследия святых во свет, который избавит нас от власти темной и приставит царство сына своего возлюбленного. Не причащаемся ли мы часто при чистого тела его и крови? А этого, что может быть приятнее и усладительнее, когда в этом для причащающихся с чистой совестью жизнь вечная? Не беседуем ли мы каждодневно с Божественным Давидом и с прочими святыми отцами через слушание чтений? А этого, что утешительнее для души? Не расторгли ли мы всякое сношение с миром и с родниками по плоти? А это что опять блаженнее и выше этого? Наше же жительство на небесах, откуда и спасители ожидаем, Господа нашего Иисуса Христа, который преобразит это тело смирения нашего, чтобы быть сообразно телу славы Его по действу, силы Его, которые Он покорит в себе все. Поэтому будем радоваться и веселиться, презирая всякое плотское удовольствие, ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как свет на траве. Иссыхает трава, и свет ее отпадает. Дело же добродетелей пребывает вовеки. Злостраждет ли кто в вас? Да молитву творит, как говорит брат Божий. Благодушествует ли? Да поет. Искушается ли кто злой страстью, так как искуситель никогда не перестает искушать нас? Да терпит, слушаясь того, кто говорит, блажен муж, который претерпит искушение, потому что, будучи искушен, получит венец жизни, который обещал Бог любящим его. Если это знаете, то блаженны вы, если делаете так. 211. Радуюсь о вас, что в единомыслии шествуете, мирно живете и терпеливо переживаете время поста. Этого спасения вам и в утверждении упования вашего. Сколь великое благо в братстве мир и единомыслие. Таковые поудаление зла, бесчиня и непостоянства, противоречия и осуждения, непослушания и гордости, всякого другого лукавства. Во-первых, сами себе доставляет благо, а потом другим, подавая им пример добродетели. И через это стежевая еще более того, ибо как виновники соблазнов наследуют, увы, так побуждающих добродетелей наследует благословение. И отрвением разгорячает восхождение от добродетели к добродетели, полагая в сердце своем и от силы в силу духовную приходя. И это непрестанно. Не видите ли трудящихся по плоти, как трудятся они о приходящем и тленном? Не видите ли здесь перед очами вашими строящих судно, как они за этим проводят целые дни и малого не давая себе отдыха? Из-за чего? Чтоб заработать немного денег и домашним своим достать, что нужно для удовлетворения потреб их. Мы ли ищущие обогатиться тем, что божественно, улучить царствие небесное, насладиться вечными благами и избегнуть вечных мук? Мы ли не восхождем подъять для этого все с готовностью и рвением, охотно жертвой и кровью, если б неизмежно было пролить ее за Господа? Ей, братья мои, будем стоять бодренно, упованием радующейся, скорби терпя, в молитве пребывая, рукоделием нашим внимающим, псалмопением, стихословием и чтением, удерживая такими занятиями ум от скитания по предметам суетным. Ибо безделие есть матерь зла, а дело не охрана ума. Не дадим себе выступить из своего благонастроения, предпочитая послушание, благочиние, упокоение ближнего и все другое, что способствует к нашему спасению. Моляся всегда я о здесь пребывающих и растеянных в разные места братьях наших, так как болит сердце мое я о них, не видя воочию, как каждый из них спасается. Иное требуется для содержания вас во плоти, иное для содержания по духу. То дается экономам и состоит в пище, питье и одежде, а это мною смиренным и состоит в слове и учении. И как то дается не по произволу, так и это исполняется по долгу. Так что я ничего великого не делаю, говоря вам эти краткие и скудные поучения. Напротив, боюсь и терпищу, имея дать отчет о душах ваших, не царю или егемону и архонду, но всех судье и богу, перед которым поклонится всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедует. Но помогите, прошу вас, и себе самим, и мне, как брата любивые, самим себе преуспеянием во всякой добродетели, а мне вашими молитвами. Впрочем, ваше преуспеяние и мое есть преуспеяние. И наоборот, так как мы одно тело есть, и все члены по части. Если страдает один член, с ним страдают и все члены. Если славится один член, то с ним славятся и все члены. И как я пекусь о вашем, так вам надлежит пищи о моем, ибо я в вас, и вы во мне, в силу взаимной нашей любви. Таков закон благоустроения истинного братства. Сохраните ко мне доброе послушание ваше, неподдельным и неподложным, в котором вы родились для новой этой жизни, возросли, усовершились и достигли благодати Христовой в меру исповедания Его. Это по случаю иконоборства. Не убоялись выцарения, устрашились архонтов, не отступили перед страданиями, ранами, изгнаниями, темницами, смертью и сделали через сто именитыми, как известно всем. Не предайте же добродетели ваши, не посыдите похвалы вашей. И доброе имя да не приложится на худое прозвание. Но на предыдущем похвальном наздавайте и последующее, всегда охраняя себя и внутри, и совне, и ограждая соблюдением заповеди, всякое искушение препобеждая, и всякую скорбь перенося терпеливо. Ведайте и то, что мы еще в подвиге и гонении состоим, и не ведаем, что породить наступающий день. Впрочем, если Бог за нас, то кто против нас? Который Сына Своего не пощадил, но за нас всех предал Его, как с Ним и не дарует нам всего? Так уповайте, так уверены будьте, и жительствуя в этом уповании и в этой уверенности, получите, уверяю вас, наследие и часть со всеми святыми. 213. День за днем жизнь наша сокращается, и мы приближаемся к смерти. Нам предлежит переселиться от здешних и приложиться к братьям и отцам нашим. Почему требуется от нас большое трезвение, внимание и приготовление сердечное? Слышим библейское сказание о потопе и то, как Господь, бывший тогда, применяет к имеющим и быть в обстоятельствах Его Второго пришествия, говоря, как водниное, ели пили, женились, продавали, покупали, и внезапно пришел потоп, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Делимся, как тогдашние так безучастно и беззаботно относились к приближающемуся потопу, а они более пристрашны и притрепетны были. Но посмотрим лучше, не находимся ли сами мы в такой же беззаботности, в какой осуждаем тех. У нас не приготовляется ковчег, строившийся сто лет, но мы каждодневно видим наполняемую усыпальницу, которую сокроет и нас. Почти каждодневно смерть похищает кого-либо из братьев наших, и он отходит. На бывающие при этом у нас гораздо страшнее бывшего тогда во время потопа. Почему надлежит быть внимательными? И я не говорю, не ешьте, не пейте, не одевайтесь. Не это говорю я. Но если едите, или пьете, или иное, что творите, все во славу Божию делайте. Беспредкновенные бывайте для иудеев и еленов и для Церкви Божией, как учит апостол. Ей, братья, прошу и молю, исполните мою радость, как опять говорит Блаженный Павел. Также домудрствуйте, имейте ту же любовь, единодушие, единомудрие. Ничтоже порвение или тщеславие, но смиренномудрием друг друга, почитайте высшим себя. Оградим охраной чувства свои зрения, слуха, боняния, вкус, осязания, через которые входит смерть. Обуздаем ум, чтобы не заносился куда не следует, не входил в неуместное, не живописал в себе образов худых, не зарождал пожеланий греховных, от которых ни пользы, ни удовольствия. Напротив, будем более болезновать и сокрушаться, одно имея в виду и в одном находя утешение и удовольствие. Чтобы очищать душу и преуспевать в бесстрастии. Не будем унывать, имея надежду вкусить бесстрастие и обрадование и остяжание ее. Но поспешим, будем гнаться вслед ее усиленно и непрерывно, ибо ревность исправляет и восполняет недостающее. И Бог помощником ее бывает. Близь Господь терпящим его, и душа, ищущая его, обрящет его. Так, проводя жизнь, мы, несомненно, улучим Царствие Небесное. Благотворно поучение, как спасительное напоминание, располагающее нас в резвице, и бодрствовать при совершении обязательных для нас дел. И никогда не переставать этого делать, и не отступать от помышления о Боге, ни от любления Его, ни от памяти о разрешении нашем от тела. Ибо вот-вот отрешимся от Него и умрем, как все отцы наши. И переселимся в другой мир, в другую вступим жизнь, конца не имеющую. Здешняя жизнь тени и сну подобны, и ограничивается несколькими годами. Я разумею, не время от создания мира до конца века, но жизнь каждого человека, которая редко ныне доходит даже до Давидского предела. За этот же предел еще реже заходит, как необычайное нечто. Все святые всю жизнь помышляли об этом. И умерли в вере, как свидетельствует апостол, не получивший обетования, но только издали, видели, то и радовались, и исповедовали, что они странники и пришельцы на земле. Ибо говорящие так показывают, что ищут отечество. Если бы они помнили, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Ныне же лучшего желают, то есть небесного. Поэтому не стыдятся ими Бог, называться их Богом, уготовал им град. Вот град наш, вот отечество наше, в нем отцы и братья наши и по плоти, и по духу. Что же мы еще считаем достойное целование здешней превременной жизни? Что привязываемся к обычаям ее? Что нежеланным находим исход из нее? Неразумно не желать возвращения с чужбины во свояси, или от войны обратиться к миру? Мы же, братья возлюбленные, как разумные, как на это именно отрекшиеся от мира и всего, что в мире, и убегшие от них. Будем всю жизнь держать помышления о смерти, и помышлением этим отражать всякое похотение, всякое нерадение, всякое расслабление, всякое уныние, всякое зло, дабы, делая таким образом богоугодное Господу, соделаться нам наследниками небесных благ. День воскресный, день мира, ибо в него Господь, победив врага, сказал ученикам, «Мир вам!» Сказав же это, он не им только дал в наследие мир, и не на один день, но всем всегда возглашает такой же мир, как и нам, смиренным. Будем же иметь мир и мирствовать в себе. По внешнему человеку не дадим себе иметь неприязнь к кому-либо из братьев, но ко всем любительно расположимся, ибо говорит Господь, «А всем разумеют все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». По внутреннему же человеку будем хранить мир и покой от пагубных страстей. Тогда и мы можем говорить с апостолом, мир имеем к Богу через Господа нашего Иисуса Христа, которым и усыновления получили благодатью его, в которой стоим и хвалимся упованием славы Божией. Поскольку же мы изменчивого естества, то случается нам подвергаться бедственным и прискорбным колебаниям и волнениям. Тогда тотчас поспешим войти в прежнее наше состояние мир, имея к Богу. Он есть мир наш, сотворивший из двух одно, и уничтожив стоящую посреди преграду, вражду устранив плотью своей, закон заповедей упразднив учением, да из двух созиждет одно. Во единого нового человека, творя мир и примирить обоих во едином теле, Бог с Богом, крестом убив вражду на нем. Так говорит апостол. И это-то есть то дело, которое совершил Господь, как говорит к Отцу Своему. Дело совершил, которое Ты дал мне, да сотворю. То есть, я примирил земное и небесное, садела война с сынами мира и любви. Если кто скажет, как же это? Разве мы не в непрестанной войне, как говорит апостол, на что наша брань не против плоти и крови, но против начальства, властей и мира, правителей, тьмы века сего, против духов злого поднебесных. Такому имеем сказать, что слова эти указывают на брань, какова и сколько она есть, а не на то, что мы ведем ее. Ибо Он же говорит в другом месте, оружие воинства не наше, сильное Богом на разорение твердынь, не излагающее помышление и всякое возношение, воздымающееся на разум Божий и пленяющее всякий разум в послушание Христова и в готовность Ему еще отмстить всякое прислушание. В таком же находящееся настроении явно подавил брань и мир водит. Обязательно для меня предношу вам и ныне житомерие слово, краткое и скудное, но неотложное, чтобы и мне не быть осуждену за молчание, и вам не лишиться некоего назидания. Ибо хотя бы большей части назидаемы бываете вы через чтение святых отцов, однако имеете нужду и в моем смиренном поучении. Дерзаю даже сказать, что в нем более, чем в том, ибо там идут общие рассуждения, а здесь говорится нечто прямо к лицу относящееся, обличительное и исправительное. Обличу, говорит, тебя, и представлю пред лицом твоим грехи твои. И Господь, если бы я не пришел и не говорил, то не имели бы греха, но ныне не имеют извинения во грехе своем. Да не будет, чтобы это было, можно отнести и к вам, ибо я беседую с вами не как с непокорными и повинными в грехах, но как с сынами послушания, как с возлюбленными чадами, как с единодушными сотелесниками и с поборцами. Да благодушенствуйте, да преуспевайте, да будете чисты, непрекновенны в день Христов, исполнены плодов правды Иисусом Христом во славу и похвалу Божию. И слово мое для вас, уповая, что древний источивший воду из камня для Израиля и из моего каменного сердца источает краткое слово, которым, бывая орошаемо, благодарим Господа, питающего, напоевающего и направляющего жизнь нашу в настоящем жительстве, как в пустыне. Но как вспомнилась нам древняя история, то остановим немного внимания на случившемся тогда с непокорными, о которых апостол говорит. Но не ко множеству благоволил Бог, ибо они были поражены в пустыне. Это были образы для нас, чтобы мы не были походливы на злое, как они были походливы. Низлослужители, как некоторые из них, не будьте. Как написано, сели люди есть и пить, и стали играть. Да не блудодействуем, как некоторые из них блудодействовали, и пало в один день 23 тысячи. Да не искушаем Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от всегубителя. Об этом, помышляя, братья, будем бегать причин гнева Божия, будем бегать злой похоти, будем бегать ропота, будем остерегаться и искушать Христа. Но как можно его искушать? Впадая в помыслы неверия и говоря, достанет ли нам нужного для наших потреб? Снесем ли брань от врага? Претерпим ли то и то? Не так, братья мои, не так. Это слова неверия и сомнения, которым не следует давать место. Ибо, уверовав твердой верою, мы все можем перенести. Так Ной уверовал и избег пагубы потопной. Так Авраам сделался отцом многих народов. Так Моисей перешел через чермное море, как посуху. Так Триотрока и Даниил, пророк, остались неурядимыми и одним словом сказать. Так все святые оправдались. Так и мы, веруя, все перенесем и со Христом победим и венцов правды сподобимся. Неродение наше отгоняя и ревность возбуждая апостол, сказал, Господь близко, ни о чем не заботьтесь. Но во всем молитвой и молением с благодарением прошения ваши досказуется Богу. Не будем же неродеть, но докрепимся и мужаемся на делание и дело, которому призвал нас Господь. Ибо это Он призвал нас из общенародного пребывания к монашеской жизни. Это Он облег нас в ризу спасения, одежды и веселья одел. Это Он искупил нас от клятвы закона и был за нас клятвою. К свободе же, которую Христос нас освободил, будем в ней стоять. И опять под низа рабства не отдадим себя. Не допустим себя опять стать добровольными рабами страстей. А раб, золотом искупленный, никак не согласится опять отступить в рабство. Но куда-нибудь подальше, удалившись от места своего рабства, радуется там, что сподобился освободиться от рабского тиранства. Хотя рабство не есть уже что-либо особенно злое. Ибо апостол говорит, раб ли призван ты? Да не печалишься. Но если и можешь освободиться, то больше поработать себе. Призванный в Господе раб свободен в Господе так же. И призванный свободным есть раб во Христе. И однако же, все же верно, что освободившемуся нежелательно опять жить подвигом рабства. То насколько более мы, освобождены будучи от греха, должны как можно дальше держать себя от него. Или не знаем, что он нам наделал. Не он ли изгнал нас из рая? Не сделал ли он нас смертными вместо бессмертных? Не вел ли в эту многоплачевную жизнь? Не через него ли было и бывает всякое зло? Будем же избегать его, как злейшего врага, возненавидим его, как достойного ненависти. Возлюбим же более добродетель, как делающий людей ангелами и даже более того, богами, как написано, «Я сказал, вы боги и сыны Всевышнего, все вы». Но в чем существо добродетели? В отвращении от мира и в прилиплении к Богу. Никто не может, говорит Господь, двум господам работать, не может Богу работать и мамоне. Не можем мы, добродетели, прилежать и греху, ибо какое общение у света со тьмою? К тому же заповеди Христовы легкие и облегчающие, а грехи тяжелые и отяжеляющие. Тяжко более то, что мы напрягаемся совместить противоположности и полагаем возможным их плотским похотениям благоволить и духовные дела, деланиями заниматься с успехом. Но обратимся к себе. Если мы достигли в меру совершенства благодарения Богу, от которого всякое доброе даяние, всякий дар совершенный, и позаботимся прибыть твердыми страхом Божьим себя, соблюдая неизменными и непреложными в добрейшем благонастроении нашим. Если же нет, и во многом недостаточно, то поспешим и напряжемся достигнуть совершенства, пока есть еще время для делания, верой утверждаясь, надеждой окрыляясь, любовью связуясь, смиренно мудрием украшаясь, послушанием обвеселяясь, терпением испытуясь, исповеданием просвещаясь и всеми другими деланиями и свидетельствуя о себе, что мы истинные монахи, неложные послушники и искусные во Христе рабы Господни. 218. Все люди имеют и очи, и уши, но не все слышат и видят, а только те, у которых есть ухо слышащее и око видящее. Почему и Господь сказал, имеющий уши слышать да слышит? А тугих на ухо и пророк говорит, дал им Бог дух умиления, очи, которые не видят, и уши, которые не слышат. Исайя 6.9. И так внимательно, а не просто, как попало, будем слушать, что читается нам, чтобы не подпасть угрозе, но более, чтобы мы могли сказать, наказание Господне отверзает уши мои. Исайя 50.5 стих. Так слушающий внимается, крушается, очищается, просвещается, радуется, все здешнее почитает тенью, все тщетое, до Христа приобрящет, когда слышит его говорящим к ученикам. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. И опять. Вы друзья мои, если творите, как я заповедую вам. И опять. Еще немного, и мир не увидит меня, вы же увидите меня, как я живу, и вы будете живы. И опять. Вы прибыли со мной в напастях моих. Я завещаю вам, как завещал мне отец мой царства. Да и идите и пьете на трапезе моей в царстве моем. Такое и таликое, слыша, боголюбец, готов бывает каждый день охотно умирать за Христа. Так жительствовали все святые и такими решимостями торжественно изъявляли любовь свою к Господу. Иеремия говорит, «Я же не утрудился, тебе последуя и дни человече не возжила». Иеремия 17, 16. Святой Давид говорит, «Что воздам Господу за все, что Он воздал мне?» Апостол говорит, «Как вам дарованного Христе не только веровать в Него, но и страдать за Него». Таким же образом и все апостолы радовались, что за имя Господа Иисуса сподобились бесчестие принять, говорят деяния. Словом, каждый из святых такими воззваниями изъявлял великую любовь свою ко Христу Господу. Будем же и мы, братья, внимательно слушать читаемое и любовью возлюбим возлюбленного Бога нашего, всегда благодаря Его за все, за все содеянное им для нас благо, что избрал нас от начала воспасения во святыни настоящего звания нашего, что даровал нам служить Ему в православной вере, что нам предано как некая трапеза обильная учение святых. Благовременно нам апостольски сказать, если Бог за нас, то кто против нас, который Сына Своего не пощадил, но за нас всех предал Его, как вместе с Ним и не дарует всего. Кто поемлет на избранное Божие, Бог оправдывает, кто осуждающий. Христос Иисус умер, но Он и воскрес, Он и одесну и Бога, Он и ходатайствует за нас. Ходатайствует перед Богом и Отцом, Который и дарует нам вечное царствие. 219. Вчера совершали мы поминовение Отца нашего и совершили достодолжно, ибо дети духовные должны воздавать должное Отцу своему. Однако не должно думать, что в деле поминовения достаточно совершив поминальные службы, утешится телесно, но надлежит и духовное порождать утешение. Телесное утешение, приведшее в движение чувства на короткое время отлетает, а духовное ненасытимое неотходно. Если кто из вас поплакал, если кто умилился, если кто сокрушился сердцем, тот сумел добре совершить память Отца или брата, вспомнить прежние дни, когда мы имели Отца присущим нам беседующим и соображающимся с нами, потом представим себе, где он ныне, с кем пребывает и с кем соображается, он и каждый из братьев наших почивших, не это ли помышляемое и слышимое приводит всегда душу в восхищение? Обратимся после того и к себе самим и помыслим, не отойдем ли спустя немного времени и мы отсюда и от других будем поминаемы, как теперь поминаем сами предшественников своих, ей, так есть, такова участь наша, человеки мы смертные, не знающие, что будет завтра, ибо что есть жизнь наша, парно мало являющаяся, потом исчезающая, свет весенний утром раскрывающаяся, а к вечеру увядающая, человек как трава и дни его как свет на траве полевой так цветет, человек суете подобен, дни его как тень приходит, всякая плоть как трава и всякая слава человеческая как цвет на траве восходит солнце со зноем и сушает траву и свет ее опадает и благолепие лица ее погибает так увянем так предем отсели как сказали святые это их уподобление сказанное перед этим но блажен разумевающий блажен взыскующий бога блажен каждодневно нудящий себя на труды и поты послушания непротиворечивый неропотливый благопокорный скорый в делах ненеродивый служение сокрушенный сердцем и всегда готовящийся к исходу придет придет наконец конец и не закоснит придет страшный день смерти придет и царский вестник с небес не шедший и скажет душе ну теперь выходи требует тебя царь и бог всяческих но буди нам молитвами отца нашего обрестись в готовности в час тот и без страха взяться от тела и перейти в жизнь вечную 220 4 десятница приходит к концу и душа радуется о приближении пасхи как о времени отдохновения и вкушения плода от подъятых трудов но зачем провозгласилось у меня такое слово затем чтобы напомнить что и вся жизнь наша обращена лицом к вечной пасхи и ждет приближение ее здешняя пасха хотя велика и досточтима но она как рассуждает отцы наши есть только образ той пасхи здешняя пасха побудет день один и проходит а та непристающая есть пасха откуда от беже болезнь печаль и воздыхание где радость веселье и утешение вечное